Мы сейчас перенесемся одновременно и во времени и в пространстве, в далекое прошлое по времени и почти на 12 тысяч километров на юго-восток в сторону Тихого океана. Более 150 лет назад русский следователь Николай Миклуха Маклай высадился на берегу острова Новая Гвинея. Он прожил среди папуасов в общей сложности почти 4 года в 1870-х и в начале 80-х 19-го века. В 2017 году, подчеркиваю, в 2017 Николай Миклуха Маклай повторит этот путь. И это никакая не оговорка, потому что Николай Николаевич Миклуха Маклай наш сегодняшний гость. Николай Николаевич, проходите, пожалуйста, приветствую вас. Николай Николаевич, давайте я вас все-таки еще официально представлю. Вы у нас директор фонда имени Николая Миклуха Маклая, исследователь, путешественник, научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Я все верно сказала? Николай Николаевич, а теперь скажите, пожалуйста, вы настоящий, прямой-прямой потомок? Нет, я от старшего брата, я двоюродный, но по роду и по фамилии у нас единственный род по нашей линии мужской, поэтому Миклуха и Миклуха Маклай, да, они идут по моей линии. Вы Николай Николаевич Миклуха Маклай, абсолютно полный тезка. Да, но это у нас не традиция в семье. А, ну я как раз хотел спросить, это вот так придумано было или нет? Да, так получилось, что получилось это со мной, но я благодарен своим родителям, что они ни разу не сказали, что это по той причине, что великий путешественник Николай Николаевич. Они сказали, просто нравится имя. Но я вам должен сказать, что это непростая ситуация была в Советском Союзе, потому что, ну, во-первых, многие не верили, никуда было не пройти. Вот, например, вот здесь бы, если бы я проходил, мне пришлось бы сказать фамилию Иванов, тогда бы спокойно пропустили, потому что по-другому смотрели, как он сумасшедший. А как реагирует, кстати? А, ну то есть человек не в себе, да? Какой ты Миколух Маклая? Однозначно. То есть проблема иногда и сейчас возникает, но сейчас очень часто возникает еще и потому, что думают, что иностранец. Вы представляете, да? То есть, к сожалению, сейчас мы занимаемся достаточно серьезным дополнительным образованием учащихся именно с целью того, чтобы они в большей степени знали о наших путешественниках. И иногда Миколух Маклая, ну, немножко подзабыли, нежели это было лет 30 назад. Это, может быть, плоды образования последних, там, я не знаю, десятилетий, потому что, ну, мне кажется, как это? Все знают, кто такой Миколух Маклай. Нет, 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 ни Крузенштерн, ни Миколух Маклай все не знают, и это не проблема, конечно же. Это, безусловно, проблема и дополнительного образования, мы сейчас занимаемся с этим. И в стране начали активно этим заниматься, ну, везде бывают какие-то пробелы. Сейчас они заполняются, и вот как раз вот в рамках ряда проектов, вот как руководитель фонда имени Миколуха Маклая, я занимаюсь именно проектами, посвященными именно сохранению памяти и преемственности в изучении этого региона, и сохранению памяти о выдающихся исследователе океании. Потому что океания — огромнейший регион, 30% нашего земного шара, и там достаточно много было открытий, начиная с Крузенштерна и далее, и мы внесли значимый вклад. Мне кажется, что, тем не менее, несмотря на этот огромный значимый вклад, это для нас по-прежнему терраинкогнито. Ну, С Миколуха Маклая и Крузенштерна вы меня удивили, но вот по поводу Папуан-Новой Гвинеи, что это за территория такая, которая вот в конце 19 века ваш предок работал, делал столько открытий, что это за уникальнейший регион? Такой остров, похожий на черепашку, который делится на кусок... На кенгуру, я бы сказал. ...на Индонезия, на кенгуру. Мне почему черепашку напоминают? Ну, может быть, кенгуру, все-таки Австралия там рядом. И теперь ей шляпу рисовал, наверное, у всех разные представления о черепашках и кенгуру. Ну, Папуан-Новой Гвинеи действительно — это правая часть острова, а остров — это самый крупнейший в этом регионе, чтобы мы понимали. И там порядка 10 миллионов только проживают в Папуан-Новой Гвинеи, именно в стране, это независимое государство 1976 года. До этого это было протекторатом Австралии, а левая часть — протекторатом Нидерландов. Ну, соответственно, она сейчас относится к Индонезии. Независимо от того, что это разные государства, это единый народ — Папуан-Новой Гвинеицы, меланезийцы, проживающие по очертанию острова, и, соответственно, они сами все по духу папуасы. Микуха Маклай достаточно много описала великолепнейшим образом все о его путешествии. Мы должны не забывать, что он первый, я думаю, что в истории, не думаю, однозначно могу вам сказать, и в этом регионе, и во многих других, провел тщательное исследование в доколониальный период. То есть до того, как люди еще обрели знания о металлах, он уже был там. То есть люди, которые, извините, использовали каменные топоры. То есть это даже не бронзовый век, а каменный век был? Мы не можем говорить именно с точки зрения исторических, но с точки зрения использования предметов, например, русское слово «топор», оно точно там устойчиво используется. По крайней мере, на северо-востоке острова. А что еще с приходом Николая Николаевича, так скажем, осело в культуре, может быть, в фольклоре, в жизни, в быту? Вы знаете, его задача была не культивировать свою культуру, а именно сохранять и изучать, что у них было. Вот это одна из самых важных. Вот это, мне кажется, нас отличает от многих других исследований. Или нет, или я ошибаюсь? Я могу говорить про Николая Николаевича конкретно, возможно, и другие тоже, но то, что дух именно с дикими дружить в конфликт, не входить, это было обязательное условие русских моряков во время путешествия. Вот такое было условие. Из Кировской области нам сейчас пишут. Миклуха Маклэй, путешествуя изучая океанию, был защитником колониальных народов, разоблачал расизм Николай. Но в тот момент, как я понимаю, Новая Гвинея не являлась ничьей колонии. Кстати, если я правильно понимаю историю, Миклуха Маклэй предлагал русским императорам взять под протекторат эти племена. Чтобы богатство России Новой Гвинеи перерастало. Приросла другая империя, и тоже с его подачи, если не ошибаюсь. Вы знаете, я вам должен сказать, что Миклуха Маклэй боролся за права и интересы попуасов. Безусловно, ему было интересно, чтобы это было протекторатом России. И мы должны понимать, что протекторат 150 лет, это как защита, протект. Сейчас это в большей степени колониальное восприятие этого. И интересная ситуация. Мы должны понимать, что в Австралии в то время достаточно серьезнейшим образом истребляли аборигенов. К сожалению, такое было. Пример того, чтобы представить людей, темнокожих или попуасов, неполноценными, это был нормой. Мы должны понимать, что это даже не расизм. Это была норма. Считалось, ну как же так? Белая раса самая трассивая. И это в большей степени из-за незнания. Достаточно много людей, которые и белого цвета кожи были на тот момент не очень образованы и не представляли, что действительно все люди равны. Вот Миклуха Маклэй на тот момент он показал благодаря своим исследованиям, что действительно нету различий и нельзя их считать неполноценными, нельзя их считать каким-то подвидом хомо сапиенс. И это стало главной причиной, почему при колонизации острова Новое Гвинение было так много истреблено попуасов. Несмотря на то, что секреты о том, что и как нужно входить в добрые контакты с коренными населениями были украдены фактически Отто Финшем, германским ученым, который в последующем передал Германской империи это, именно словами Миклуха Маклэй, как входить в контакт. Они вошли туда и без каких-либо войск спокойнейшим образом оккупировали. И вот я смотрю на эту ситуацию, да, мы можем сказать, вот это теперь не наше. Давайте смотреть с точки зрения человечества. Вот благодаря этому он спас жизнь. Из Москвы интересуется, а почему он не застолбил российский флаг на этом месте? Вы знаете, у некоторых есть разная задача, понимаете, кто-то сидит и ждет, пока везде будет Россия, поэтому не делает загранпаспорт, вы понимаете, да? Я думаю, у Миклуха Маклэй была задача другая. У него была задача именно сохранения культуры нашего уникального разнообразного мира. А Россия вносила вклад в изучение нашей планеты, а не в то, чтобы везде поставить свой флаг. Николай Николаевич, а что он был за человек? Вот мы знаем о его достижениях, его открытиях. У нас неделю назад с Михаилом в студии был представитель Русского географического общества, и как раз мы вспоминали дневники Николая Николаевича. Он говорил, что это золотой фонд РГО, Русского географического общества. А что это был за человек? Это такой человек был авантюрный, наверное, да? Ну, я вам должен сказать, бесстрашный однозначно. Бесстрашный. Давайте я вам приведу пример очень интересный. Когда он прибыл на остров Новая Гвинея, моряки обложили его жилища минами, дали оружие, потому что никто не выживал после общения с папуасами. Когда он отправлялся, он отправлялся в последний путь. Я прошу прощения, вот может быть я сейчас какую-то там глупую реплику сделаю, но почему аборигены съели кука, да? Вот мы вспоминаем эту фразу. Действительно опасная, что называется, неприятность. Там каннибалы присутствовали? Или они могли просто... Каннибалы тоже присутствовали, безусловно. Ну, мы должны понимать, каннибализм как традиция это норма для ряда народов. Давайте мы будем понимать, что любая традиция, любая культура, она имеет определенные традиции. Вот если это часть традиции, то это норма, да? То есть, ну, например, у нас есть свои какие-то нормы, которые абсолютно неприемлемы для них, да? Ну, например, женщина ходит в короткой юбке. Или как это может быть? Да? А для других это... А там у них как женщины присутствуют? Ну, я, к примеру, давайте будем говорить. Женщины-то бесплатко охотят, например, да? Да. Некоторые коротко стрижутся еще, да. Я вот так вот в Узбекистане, да, ловила взгляды некоторые на себя. Так, 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 аборевены. И действительно считали очень опасными. Дали ему оружие. И когда он отправился на одну из первых встреч в деревню, он размышлял, взять ли ему оружие. И вот вы знаете, очень хорошо он написал в своих дневниках. Он написал, вы знаете, вот если я возьму свое оружие, наверняка я его буду использовать. Потому что, ну, всякое может быть. И я могу оказаться в непонятной ситуации для себя и захочу защитить себя. И действительно, если моя цель войти в контакт, то я должен его отложить. Он его отложил и вошел в деревню. В него действительно направили и лук, и стрелы, и далее. И он вместо этого, знаете, что сделал? Что? Увидел циновку. Подошел к ней, снял обувь и лег спать. И вы знаете, какой вывод после этого? А он настолько оказывается сильный и бесстрашный, что ему оружие-то, извините, пожалуйста, ни папуасов не страшно. А свое даже не нужно. Что этот человек с невероятной силой. Ну, а это же мог быть, знаете, билет до циновки в один конец. Ну, с другой стороны, сработало. Бесстрашный действительно, как сказать, сработало. Я не знаю, может быть, кто-то из ваших знакомых из Омской области вам передает привет от Юрия Сергеевича Сорокина. Если, да, вам? Возможно. Да, по всей видимости. И есть конкретные вопросы. Пермский край. Сколько прямых потомков Николая Миклуха Маклая живет в настоящее время и где? Живут они все в Австралии. Мы должны понимать, что после смерти Николая Николаевича он был женат на дочери губернатора Южного Уэльса. И этот брак был благодаря разрешению императора и Святейшего Синода. И после того, как он вернулся в Санкт-Петербург и умер в 1888 году, супруга Маргарет, разговаривающая только на английском языке, запросила разрешение у императора о возвращении в Австралию. Не иммиграция, а возвращение русских детей. Соответственно, эти двое русских детей, они переехали в Австралию, и император дал 5000 рублей золотом всем Миклухам для поддержания. Ежегодно они приходили и получали, как русская семья. Подошли на русская семья. И поэтому линия австралийцев наших осталась там. Мы поддерживали и поддерживаем хорошие связи. И вот буквально на последний Крисмас мы там праздновали Новый год. Старший брат, это хорошо все-таки, да? Как хорошо, что есть братья. Давайте вот поговорим о современной Гвинеи, да? Что это за страна? Какие отношения между нашими странами? Экономика? Вообще, как люди там живут? Давайте кратко, если по экономике. Чтобы мы понимали, это золотой остров в океане нефти. Теперь следующее, несколько фактов. В страну, которая интересна с точки зрения экономической, обычно приезжают лидеры какие-то, да? Вот, например, в том году страну посетил лидер Китая, лидер Индии, второе лицо Соединенных Штатов, лидер Австралии, лидер Франции. Неплохо. Они приезжают к Джеймсу Мараппу, премьер-министру, для того, чтобы обсудить возможные перспективы сотрудничества. В области жиженного природного газа они поставляют больше в Китай. По положительный баланс по работе с китайскими партнерами у них положительная сальда. Не у многих, кстати, такое. То есть они меньше покупают, чем продают. Поэтому в этом плане они достаточно неплохие. По золоту они входят в первую десятку. Вы сейчас разумеете, что даже мое представление о Папуа-Новой Гвинеи, как обиталище диких народов, вот как мы сейчас видели на видео, танцующих в юбках. На бедренных повязках какие-то. Ну, на бедренные повязки это неплохо, там же тепло, в конце концов. Я обожаю лично что-то связанное. Да, да, да. Но с точки зрения перспективы экономического развития, страна, конечно, имеет огромнейшие перспективы. Единственное, что сдерживает, это отсутствие инфраструктуры. Вот как только будет инфраструктура и образование, страна будет занимать очень серьезную свою индивидуальную позицию. Сейчас Джеймс Марапа пропагандирует политику друзья всем, враги никому. Мы с ним не просто в хорошем контакте, большие друзья, равно как и с основателем государства, с предыдущим премьер-министром. И после вот моих научных экспедиций, которые в 2017 году начались, я поддерживаю с политической элитой не просто контакты, а хорошие связи. Так вы посол нашей страны, по сути, такой научный, культурный. Ну, для них, да, абсолютно. И как здесь я посол моих друзей-папуасов, я бы сказал, моих братьев-папуасов, потому что я там старейшина. И здесь я представляю Папуу Новогвинею. Мы вот подписали в Росконгрессе на последнем Петербургском экономическом форуме именно вот фонда имени Миклуха Маклая, как представителя Папуу Новогвинеи, договор о сотрудничестве. Поэтому российские компании, если будут заинтересованы, они могут обратиться, посмотреть, например, по кофе или какао. Вот какао вырос в 4 раза. В 4 раза. Там есть перспектива великолепнейшего бизнеса по развитию какао. Но знаете, что многих сдерживает? Вот то, что вы сказали в самом начале. У них такое яркое впечатление после книг Миклуха Маклая, что там бегают до сих пор в набитренных повязках, что иногда это сдерживает от непонимания. Да, есть свои культурные особенности, да, есть свои нюансы. Но у них есть фонд Миклуха Маклая, поэтому все решается. А какие проекты мы все-таки там ведем? Мы поняли, что там за прошлый год было много визитов на высшем уровне, но мы тоже там как-то присутствуем. Вот ваш фонд. Какие проекты реализуем? Что делаем? Мы занимаемся в основном, конечно, культурными и научными проектами. Мои интересы это лежат в области изучения и сохранения того наследия, которое было собранным Миклухом Маклая. И вот поэтому 5 экспедиций, которые я провел за последние 7 лет, они позволили наладить хорошие связи, а плюс от Центра изучения Южно-Тихианского региона, который в Институте Востоковедения фактически начал жить заново, благодаря и коллегам, и, соответственно, моей работе, которая осуществлялась совместно с учеными вообще Москвы и Санкт-Петербурга, которые ездили для экспедиции, оживляли, скажем так. Ну, а, соответственно, по экономической части, это все-таки вертолетные компании присутствуют достаточно активно. Небольшое присутствие российских компаний. И имело бы смысл, конечно же. Ну, и не только не обязательно российских, с российскими присутствием, это, может быть, какие-то другие предприятия с интересами. Потому что есть большая перспектива, как мы понимаем, вот знаете, как у нас в 90-х годах, да, вот перед тем, кто понимал, какие перспективы будут вырастут, наверное, там приблизительно такая же ситуация. И здесь есть определенный менталитет, понимаете. Если ты его понимаешь, ты можешь вести нормальный бизнес. Вот в этом плане, конечно же, первые годы, когда я приехал, я не представлял, что там вообще возможно вести бизнес. Сейчас я вижу, что это все открыто. То есть это что, настолько своеобразный народ? Или нужно найти какие-то подходы? Я вам так скажу. Вы знаете, дело в том, что когда Крузенштерд зашел вместе с Рязановым для того, чтобы наладить посольство с Японией, ему через некоторое время отказали и сказали, что, вы знаете, вы заходите в следующий раз. А причина была в том, что они собрали подарки, не соответствующие уровню императора. Давайте понимать, есть определенные нюансы, которые должны быть восприняты естественным образом. Ну, понятно, бусиками, зеркалом не обойдется. Нужно, нужно, потому что народ все-таки еще в большей степени 97%, прошу прощения, 10-13% проживают в городах, интегрированы в общество, которое нормально общается и с европейцами. В основном большая часть живет в деревнях. Это, конечно же, немножко меняет ситуацию, восприятие, клановость, традиции, понимание, да, как кто ты брат и каким образом. То есть если я, например, старейшина в этом клане, я должен заботиться об этом. А как вы стали старейшиной? Простите, это вы реально старейшина? Да, конечно. Старейшина это статус? Конечно, конечно, серьезный статус. Я на берегу Маклая, ну, во-первых, там есть ряд деревень, там 10 деревень основных, но 4 деревня, разговаривающие на языке бонгу, да, после ряда моих экспедиций, ряда общения, встреч, помощи, взаимодействия, да, они, соответственно, приняли меня и попросили, чтобы я был, соответственно, их представителем. Ну, мы должны понимать, что это еще и личная история определенная. Ну, Миклуха Маклай, для них там и Боро, я также для них там и Боро, но только Миклуха Маклай, конечно же, проложил это все, и благодаря этому мы это используем сейчас. Нам сейчас Ямала пишет, недавно читал «Человек с Луны», а «Человек с Луны» это как раз то, как Миклуха Маклай называли «Пуаз». Да? Верно? «Человек с Луны». За белый цвет кожи, они впервые видели белого человека, представляете? А вот, кстати, те люди, которые первыми встретили Миклуха Маклая, вашего предка, белого человека, я не знаю, вот вы со своими родственниками в Австралии поддерживаете связь, а они существуют, как они живут? Они существуют, конечно же, я сделал прекрасный фильм, ряд фильмов выходило по телевидению, и у вас, очевидно. Один из фильмов «Оссель Туй, потом Актуя». В этом фильме я представил взгляд потомка того белого, того папуаса, который встретил впервые Миклуха Маклая, на всю ту историю, которую описывает Миклуха Маклая. Интереснейшая картина, но очень много схожего. Но интересность еще и то, что когда Миклуха Маклай шел в деревню, например, он описывал в дневниках следующее, что я все время создавал какой-то шум, чтобы предупредить о том, что я иду, для того, чтобы не быть... Не крадусь, опасно, подкрадывайся. А он говорит, вы знаете, Миклуха Маклая всегда, когда шел в деревню, когда хотел есть, он всегда шумел и шел к нам. Предупреждал. Благодарят вас из Новгородской области. Спасибо, Николай Николаевич, что папуас увидели рисунки детей из Новгородской области. Это, видимо, акция какая-то была, да? Если я правильно понимаю. Вы знаете, дело в том, что впервые с основания государства сейчас был оборудован компьютерный класс за последнюю экспедицию. Это благодаря ряду меценатов, которые помогают, и нашим усилиям, персональным моим усилиям. А также есть ряд оборудований, которые были привезены в школу. То есть фактически мы когда приезжали, и сейчас они встречали нас с российским флагом. И здесь не вопрос, кстати говоря, именно государственности, вопрос уважения к тому, что приезжают россияне. Интересно, что я вот подготовил статью, это флаги в Папуо-Новой Гвинеи, и наш первый российский флаг начал развиваться там не с целью того, чтобы показать и застолбить, скажем так, что вот у нас здесь Россия, а с целью того, чтобы показать, что здесь россиянин. И он начал до того, как какое-либо государство там было основано. А там память Миклуха Маклая каким-то образом вековечена. Вот, например, у нас в Пермского края спрашивают, есть ли там памятник Миклуха Маклая? Музей какой-нибудь. Да, музей. Вы упомянули берег Маклая. Ну-ка, я понимаю, эта территория тоже в свое время была переименована. Значит, есть, конечно, мемориал на том месте, где был Миклуха Маклай. Он прямо находится в той деревне, где он и проживал. Он на том мысе Горогасе, мыс уединения. Вы не поверите, с целью того, чтобы показать уважение и память, во время моей первой экспедиции туда прибыл сам Майкл Самара, основатель государства. Никогда в такие джунгли никто не прибывал. Мы организовали тогда специальную конференцию онлайн для того, чтобы увидеть. Сделали это так, чтобы могли другие увидеть. Поэтому память жива. Мало того, Джеймс Марапп, он говорит о том, что он входит в пятерку тех людей, которые значимы для истории Папу-Новой Гвинеи. И в их учебниках немножко больше написано, чем в наших. Чем в наших. Давайте зрители послушаем. Город, где, знаете, там написано, там, где начинается Россия, вот оттуда наша зрительница Наталья звонит из Пскова. Псков. Почему Псков? Это город, откуда начинается Россия? А Калининград как же? У нас везде начинается радио, нигде не заканчивается. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, разговаривайте, пожалуйста. Добрый вечер, Николай. Я учитель географии и очень рада, что я вас вижу по телевизору прямого потомка Миклуха Маклая. И сразу вам хочу сказать о том, что на уроках географии я всегда рассказываю о российских путешественниках и о вашем вот замечательном, ну, уникальном просто родственнике всегда показываю о все острова и очень подробно рассказываю о судьбе вот этого замечательного человека. И о том, что вы рассказали, как он спал там на циновке, вот это все мы знаем, и мои ученики. Поэтому я считаю, что география замечательный предмет, который вот дает большой кругозор ученикам, ну, чтобы познать наш мир. Большое вам спасибо. Я очень рада вас увидеть. Наталья, спасибо вам за звонок. Николай Николаевич, вот такой вопрос. Туризм. Мы сейчас, знаете, исследуем разные направления в мире. С точки зрения туризма это вообще доступно, возможно? Я вам должен сказать, что когда, ну, во-первых, в нашей заслуге еще и организация виз для россиян, так чтобы мы понимали, вот до того, как мы отправились туда в Папу-Новую Гвинею, там не было визового режима для россиян доступного. Сейчас вы можете получить без проблем визу онлайн, зайдя на иммиграционную службу, или же, если будут трудности, зайдя через сайт, мы оказываем даже поддержку, визовую поддержку, можно оказаться в Папу-Новую Гвинею. Это уникальная страна, интересная страна. Если, откровенно сказать, мы не делаем специальных туров, но оказываем консультации, но, однако, почему нет, может быть, если будут какие-то уникальные, интересные запросы, можем посодействовать и этому. Для того, чтобы просто купить тур, то это возможно, всегда вы можете обратиться. А самостоятельно, вот самостоятельные путешественники могут туда добраться? 12 тысяч километров, если не останавливают. Вы знаете, два дня мы добираемся на самолете, но мы должны понимать, что время вперед 9 часов, поэтому в зависимости из региона, с которого едешь. Но это возможно все-таки. Спасибо большое, интереснейший разговор. Спасибо. Огромное количество сообщений было. Вас благодарят и требуют художественный фильм про Миклуха Маклая, потому что последний был снят еще, по-моему, во времена Сталина. Николай Николаевич Миклуха Маклая, исследователь, путешественник, научный сотрудник Института Востоковедения, Российская Академия Наук, Центр изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании был у нас сегодня в студии потомок Николая Миклуха Маклая. Спасибо вам большое. Приходите еще. Спасибо.